Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на очередное интервью на моём канале. Сегодня у меня в гостях Борис, автор проекта «Норма Тейл». Спасибо, Борис, что ответил, что согласился на интервью. Думаю, что сегодня будет интересная беседа и разговор. Да, думаю, вообще интересно будет, поскольку для меня это интервью именно в видеоформате — это такой первый экспириенс. То есть до этого я ходил только на аудиоподкаст. Вот, и в таком аудиовизуальном формате — это для меня реально первый опыт, поэтому, в принципе, если это получится не очень, то тогда я не виноват. Слушай, я удивлён. Я думал, тебе много народу пишет. Так вот интервью-то предлагай. Нет, вообще... Нет, на самом деле это вообще не так. Потому что, на самом деле, при том, что нас и нашу музыку слушают достаточно много, именно с точки зрения медийности. На самом деле, многие ребята, которых слушают гораздо меньше, чем нас, они гораздо более известны, что ли. Вот. Ну, мы сейчас это исправим. Вот. Я хотел начать с чего? Хотел вкратце рассказать, как я вообще тебя нашёл. У меня, когда, собственно... Начали тоже взлетать, я посмотрел, что слушают мои, собственно, слушатели. И там был ты. Вот. И я, собственно, включил трек Каи Герда и прям... Мне очень понравилось. Поэтому, собственно, первый вопрос. Расскажи, можешь вкратце, можешь полностью, как был написан этот трек? Как ты его придумал? Да, это очень хорошая история. Вообще, потому что, на самом деле, это один из, вот, как раз-таки, треков, с которых, в целом, у нас пошёл за этот год достаточно сильный подъём. Вот. Потому что, в целом, последний год, вот, прям, наверное, где-то с марта, я поставил себе цель выпускать по треку в месяц. Потому что я посчитал, что сейчас индустрия так устроена, что нужно постоянно напоминать о себе. Потому что раньше у меня выходили альбомы, у меня до этого вышло вообще четыре альбома, вот. И я их выпускал примерно раз в год. Но сейчас я понял, пока целый год публика ждёт альбом, они уже успевают о тебе, в принципе, достаточно сильно забыть. И чтобы этот альбом опять послушали, тебе нужно прям о нём сильно напоминать. И это превращается в такой процесс просто напоминания о себе, об альбоме. И потом где-то месяц люди слышат этот альбом, и потом опять про тебя забывают. Я решил поменять стратегию и теперь не выпускать альбомы, а выпускать именно по синглу в месяц. И как раз-таки Кая Герда — это был один из этих вот первых синглов. То есть... И второе, чтобы как раз-таки уже расширить сферу своей вообще аудитории, я начал как раз-таки предлагать щиты разным ребятам из как раз-таки рекомендаций, которые были похожих на меня. Вот. Как раз тому, что ты сказал. Вот. Насчёт Кая Герды — это очень интересная история, потому что «Ошибся номером» — это не первый исполнитель, которому вообще был предложен этот трек. И на самом деле это прям инсайт, потому что я это ещё нигде не рассказывал. «Ошибся номером» мы предложили этот трек только уже как второму исполнителю, потому что конкретно этот трек я знал, под кого я пишу, и он изначально предлагался одному известному рэперу, который, в принципе, мне сказал, что не пишет фиты, хотя у него постоянные фиты, и его никнейм начинается на «П», а заканчивается на «С». Остальное дадуете сами. Блин, сложно-сложно. Не могу. Не могу. Даже понять, кто это. Окей, ну вот. Да. Вот такая вот история Кая Герды, но при этом после того, как он мне отказал, мы предложили этот трек «Саше ошибся номером», и я считаю, что он сделал, ну если не хуже, то так. Но я считаю, что он сделал, в принципе, вообще не хуже, чем могло бы получиться с тем человеком, которому мы первым предлагали этот трек. Ну, слушай, вышло очень круто. Мне прям понравилось. Ну да, мне тоже очень нравится этот трек. У первоисточника всё-таки книжка была, да, я так понимаю? Ну, конечно, вообще, в целом, моё творчество, оно же базируется на таком сказочном сеттинге, вот. И в той или иной мере у меня в каждой песне присутствует вот эта сказочная тематика. Поэтому, да, конечно, Кай Герды – это такое переотмысление сказки про снежную королеву Ганса Христиана Андерсона. Ну, это, слушай, это круто. Очень крутой трек. И да, я действительно заметил, что сейчас вообще, в принципе, тенденция на то, что вот люди за счёт синглов, у них поднимается популярность. Мне кажется, тут ещё прикол в том, что Яндекс очень круто стал продвигать начинающих и, в принципе, всех исполнителей. Вот они стали разрабатывать и улучшать эту систему рекомендации. У меня у самого тоже вот недавно трек набрал первый миллион прослушиваний. И всё это чисто, да, это чисто вот там изначально трек залетел в плейлист, его добавили, и дальше он уже просто сам, как пушка, просто улетел и за собой стал уже остальные треки подтягивать. И, то есть, два года назад у меня этот трек вот он лежал мёртвым грузом. Вообще его никто его не слушал. И тут проходит вот два года и происходит вот такой вот взлёт. Вот у тебя сколько по времени, ты обратил внимание, сколько по времени ушло на то, чтобы вот трек так взлетел? Или он у тебя сразу прям хайпанул? Нет, Кай взлетел сразу. Вот, да, как раз-таки на Кай мы получили свою первую обложку, на которой как раз-таки были вот я и Саша ошибся номером. Потом как раз-таки вот такая история с постепенным взлетанием. У неё было с треком «Собиратель легенд», который мы записали с девочкой, которая моя менеджер. Вот. Потому что когда мы его записали, мы его записали примерно 4 месяца назад. А, нет, не 4, мы его в сентябре записали, вот. Он тогда, в принципе, вообще практически не набрал. И вдруг, внезапно в декабре, он начал очень резко подниматься и поднялся на первое место выше, чем Кай и Герда. Круто. Ну, видите, то есть, ну, ты тоже, да, считаешь, что если песня хорошая, она вот так или иначе найдёт своего слушателя? Да, конечно, конечно. На самом деле, в целом, как раз-таки поэтому я считаю, что есть очень большой сейчас толк в фитах, потому что фиты могут помочь даже практически нулевому исполнителю при наличии хорошей песни сразу уже занять свою нишу и найти свою аудиторию. Как раз-таки благодаря Яндексу, благодаря системе рекомендаций, которые вот сейчас на стримингах всё лучше и лучше становятся. Так что, ну, про фиты мы ещё поговорим. Ну, вот смотри, я помню, когда подписался на тебя, ты, по-моему, ещё, у тебя была картинка, что у тебя на Яндексе что-то 40 тысяч или 50 слушателей, а сейчас у тебя уже за 300 тысяч. Вот расскажи, как у тебя на всём этом фоне, у тебя произошли какие-то изменения в жизни, как-то это на твоей жизни вообще сказалось в лучшую сторону? Как у тебя вообще сейчас день-то проходит? Слушай, на самом деле, если честно, у меня день проходит ровно так же, как и когда у меня было 40 тысяч, потому что, как ни странно, это всё ещё моё хобби, то есть это не моя основная работа, потому что я по своей основной работе, да, у меня есть такое жизненное кредо о том, что я зарабатываю всем, связанным с музыкой, но это не значит, что я зарабатываю конкретно, например, с стриминга или с концертов, то есть мой основной заработок — это преподавание вокала, то есть каждый день я работаю преподавателем по вокалу, ко мне приходят ученики, и мы с ними занимаемся. Обалдеть! У меня недавно было интервью, ну как недавно, относительно уже давно всё-таки, с Александром Уманчуком, может быть, ты его знаешь? Да, конечно, я знаю, он хороший канал ведёт. Собственно, вот мы с ним тоже общались, я к нему на стрим закинул его песню, она ему понравилась, и мы с ним тоже интервьюшку записали. Вот, значит, ты преподаватель по вокалу, то есть ты, получается, отучился на преподателем? Да-да-да. Слушай, ну круто! Да, у меня корочка есть, это средне-специальная. Круто, ну просто мне почему-то вот всегда, вот ты сейчас, кстати, хорошо, что сказал про это, ты прям такой миф разбил о том, что мне казалось, что при таких вот количествах на таком слушателе, что люди уже как бы могут не работать, они могут чисто со стриминга жить. Но это не так, да? Это вообще не так. Скорее, я не скажу, что сейчас мы вообще не зарабатываем, это будет неправда, но сейчас мы в основном все деньги, которые приходят со стриминга, мы их вкладываем обратно. То есть, да, конечно. То есть, на самом деле, в каких-то экстренных случаях я могу взять деньги из фонда музыки, но обычно эти деньги идут прям на сведение, на создание какого-то еще дополнительного контента, на создание мерча и на покупку инструменталов. Ну, слушай, это правильно, потому что я считаю, реально, лучшая инвестиция, это, как говорится, инвестиция в себя, занятие музыкой. Это всегда, знаешь, такая долгосрочная история, что потому что оно не может так, что ты написал песню, и ты уже сегодня легенда, рок-звезда, там у тебя просто, я не знаю, миллиарды прослушиваний, что это все равно такой путь тернистый, и он прям долго-долго-долго. И получается, вот раз ты сейчас преподаешь, собственно, занимаешься преподаванием вокала, значит, история с музыкой у тебя, что, тянется с самого детства, то есть ты прям с самого детства занимаешься музыкой, вот расскажи, как ты вообще в музыку-то пришел? Ну, получается, с самого детства, да. То есть, да-да-да, меня в пять лет отдали в музыкалку, на фортепиано, я там проучился до пятого класса, и потом бросил. Вот. Да потому что, ну, это было невозможно. И на самом деле, в целом, я не жалею, конечно, что я ходил в музыкалку, но я абсолютно не жалею, что я бросил фортепиано. Вот. У меня просто, у меня такая же, вот скажу честно, открываю вам, ребята, тайну, тоже был момент, причем тоже где-то в пятом классе, мне тоже это все надоело, и я, получается, перевелся на эстетическое отделение, чтобы упрощенная программа была. Но потом, короче, уже обратно на специальность перевелся, и все-таки допинал и добил эту музыкалку. Но под конец, окончание музыкалки мне нравилось. Мне в нее нравилось ходить. Я что-то даже осознал, для чего она нужна по жизни. Вот. А получается, расскажи, когда ты впервые понял, что песни-то можешь писать и сочинять? Когда это произошло? Ну, смотри, вообще, немножко издалека зайдем. Где-то, когда мне было лет 15, ну, у меня, наверное, как и очень многих ребят, которые так или иначе пришли в музыку и там остались, появилась своя первая группа. Еще когда мы учились в школе. Вот. Мы тогда прям все вместе угорали по металлу, и нам всем очень хотелось стать, конечно, новой металликой, сразу поехать в тур, собрать стадион и все сказки народов мира. В общем-то, да. Но как раз-таки в этой группе мы сначала играли каверы, как и все, а потом мы же начали писать свой собственный материал. Тогда этот материал, в принципе, ну, он был такой, очень, наверное, подростковый, но он до сих пор иногда мне греет душу при прослушивании. Вот. Там я в той группе тексты не писал, то есть тексты писал мой друг, который тогда с нами его, в общем-то, играл. Может быть, даже ты его знаешь. Его YouTube-канал, его YouTube-канал называется Sein. Вот. Он сейчас как раз-таки видеоблогер, и он пишет тексты для группы Палк. Ну, не, не слышал, не слышал. Ну, так вот, как раз-таки в той старой группе тексты писал Миша. Вот. А потом как раз-таки Миша ушел из группы, группа распалась, из нее получилась новая группа, и в той уже новой группе как раз-таки я начал пробовать себя в написании песен. Я написал там не все песни, но я начал пробовать. Как раз-таки Миша мне помогал, потому что у него было гораздо больше опыта. Вот. И уже потом, когда я немножко понял, что, к сожалению, вот играть вот эту метал-группу подростковую, ну, это не очень как раз, не очень как-то перспективно, потому что в целом у этого есть какой-то прям обозримый потолок, и дальше его, к сожалению, вот вообще не прыгнешь. Это был, получается, это был 17-й год. Вот, тогда еще не было ничего такого прям, и даже, по-моему, подъем рок-музыки у нас только-только начинался, то есть, может быть, там пошлое моли только начиналось, и все. Вот. То есть, еще ничего такого не было. Там рэперы некоторые вот пытались заигрывать с рок-звучанием, но как такового подъема не было, поэтому мы как раз-таки первую группу успешно закрыли, и я сконцентрировался на собственном сольном проекте, который тогда еще вообще назывался не Norma Tail, а он назывался просто Norma. И он так назывался достаточно долго. Кстати говоря, он так назывался до 2021 года, как раз-таки, или, по-моему, даже до 2022. Да, он до 2022 так назывался, до последнего альбома. На последнем альбоме как раз-таки я принял решение поменять название, потому что название Norma, оно, конечно, хорошее, но оно совсем не ищется в поиске, и тебе нужно в поиске конкурировать со всеми аптеками, со всеми, короче говоря, фирмами, которые называются Norma, и поэтому не круто. Я решил просто дополнить название, добавить к слову Norma еще слово, которое будет так или иначе характеризировать главную тематику того, о чем я пишу, и добавил туда слово Tail, ну, сказка. Вот, получается, как нормальная сказка. А Norma вообще изначально это название, это анаграмма к моему псевдониму, то есть у меня моя, как бы, фамилия псевдонима, это Рамон, и Norma это к ней анаграмма. Прикольно, прикольно. Слушай, у тебя интересная схожая история, потому что у меня изначально тоже проект назывался SKG, и там таких SKG, это, смотри, это аэропорт, это утюги, это стиральная машина, вот это вот все, знаешь. И когда я сделал представку Records, вот тогда уже дела стали идти лучше, потому что индексируемость, да, вот поиск, поисковик, он лучше работает, когда уникальное название. Вот, поэтому, ребята, название, это важно. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот. Тогда можешь рассказать, вот, ты помнишь этот момент, что у тебя было вообще такое или нет, когда ты, допустим, написал песню, считаешь, да нет, это фигня, не буду выпускать ее, пишешь еще одну, и так вот у тебя песни просто идут в стол, то есть ты их не выпускаешь. Да, конечно. Я тебе больше скажу. Иногда песни выпускаешь, они еще и становятся популярными, а потом ты их удаляешь. Вот. Да. И, ну, вообще, на самом деле, ну, потому что некоторые песни, особенно когда они являются не просто песнями, а такими как бы перформансами для привлечения внимания, вот, каких у меня было, на самом деле, в моей карьере штуки две точно, они в какой-то момент реально привлекают внимание, но этот перформанс, он отыгрывает, и потом уже как-то не очень хочется, чтобы вот у тебя твоя известность была только вот на одном вот этом вот меме, и все. Как будто бы вот ты, на самом деле, себя немножко принижаешь тем, что, да, в принципе, ты создал такой какой-то популярный мемасик, он, в принципе, всем пуканы подорвал, но, как бы, все тебя начинают ассоциировать именно с этим, а ты, на самом деле, не за этим сюда пришел. Поэтому, даже при том, что у меня так было два клипа сделано, при этом я эти оба клипа ударил, и этих песен на площадках тоже нет. Ну, а если именно про песни, которые просто, мне кажется, плохими, да, тоже были выпущенные песни, которые впоследствии мне прямо разонравились, мне кажется, что они сделаны и написаны не очень качественно, сейчас я напишу гораздо лучше, в частности, на один инструментал, на который была написана вот подобная песня, как раз-таки она была просто одна из первых, я скоро выпущу трек, потому что инструментал классный, а тогда, когда я только начинал, я не особо еще хорошо писал тексты, и поэтому я просто переписал этот текст, сейчас уже по-новому, и потом его выпущу. Слушай, ну, это насчет мемасиков, ты, наверное, знаешь группу Neverlove? Да, конечно. Они же вот сейчас взлетели, так они просто, считай, они же тоже изначально не писали такие, как бы, душевные песенки, они у них не заходили, они на все плюнули и начали вот эти мемные клепать, и капец, сейчас почти там миллион у них прослушателей в месяц, сейчас тур по всей России, и нормально. Ну да, ну, на самом деле, просто это уже зависит от того, кто что хочет, то есть, каждому свое, то есть, я очень сильно респектую, котирую Neverlove, Ярослав, который вот солист, мне он кажется вообще огромным трудягой, потому что я постоянно вижу, что он что-то делает, постоянно что-то выпускает. Очень-очень большая. Ну да, но при этом, на самом деле, ну, эй, я считаю, что это не мой путь, то есть, мне все-таки хочется, наверное, чтобы те, кто слушают мою музыку, они могли все-таки понять какие-то смыслы, которые я вкладываю так или иначе именно серьезно, а не просто делать именно, ну, хайп ради хайпа, я бы так сказал. Ну да, слушай, у нас прям с тобой очень схожее мнение по этому поводу, потому что, да, охота, понимаешь, делать музыку, которая будет, ну, органично с тобой, то есть, вот она будет как будто, она вот твоя, а когда ты делаешь вот это вот, ну, можно даже реально назвать, вот говно сделать, но ты понимаешь, что оно зайдет, ну, как-то потом себя этим марать, ассоциировать, вот неохота, неохота. Ну да, поэтому, в общем-то, я и поудалял. Ну да. А сколько у тебя тогда, если не секрет, вообще вот демок лежит? Знаешь эти мемы про демки? Что у чувака там куча демок. На самом деле сейчас я стараюсь, в принципе, писать уже сразу качественно, вот. Но да, демок у меня лежит, наверное, именно в обычной работе, ну, порядка, наверное, штук десяти, вот. Из них, наверное, из них в порядке общей очереди отбирается лучшее, она дорабатывается и выпускается. Поскольку мы выпускаем каждый месяц, и сейчас у нас идет череда фитов, то тогда мы просто как бы... Я пишу именно половину сразу, то есть я научился так вот именно на вот этом фитовом опыте умещать то, что я хочу рассказать в песне, или сказать в один куплет и один припев, чтобы другой исполнитель смог как-то по-другому раскрыть вот ту тему, о которой я предлагаю ему поговорить на этом треке. А ты, получается, вы вместе пишете текст, или текст за текст полностью ты отвечаешь? На фитах? Да. Нет, я пишу только текст для своей части. Ага, то есть и потом уже человек пишет для своей, и вы вместе уже смотрите, как оно... Да. ...нормально оно вяжется? Да, да, да. Ну, во всех случаях, которые были до этого, было именно так. То есть я просто оставлял пустое место, и человек уже допридумывал свою партию. Вот сейчас трек, который выйдет в пятницу, он написан как раз-таки не так. То есть там написано все мной, и девушка, которая там будет петь, она споет именно мой текст, который мной написан. Круто, круто. Ну, давай теперь поговорим про отдых. Все равно вот так или иначе, вот, если реально вот так вот музыкой заниматься, 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 в один момент она просто начинает тебя бесить, раздражать. Вот у меня сейчас, собственно говоря, вот в последнее время именно такой период, но благо вот сейчас, в последнее время я... Вот, кстати, перед тобой я записал новый кавер, старенький каверок досвел. Вот, поэтому потихоньку выбираюсь из этого состояния. Расскажи, как ты отдыхаешь от музыки, на что ты переключаешься, как берешь перерывы от всего этого. Это очень хороший вопрос, потому что я на самом деле только недавно столкнулся с такой проблемой, что я в целом не особо умею отдыхать. И это реально проблема, потому что когда ты прям выгораешь до конца, это к хорошему не приводит. Вот, сейчас я как раз-таки стараюсь с этим работать, стараюсь найти себе какие-то дополнительные увлечения, кроме музыки, потому что долгое время... Потому что, ну, проекту Нормотейл, ему уже пять лет. Именно вот такой внезапный рост начался только последний год. До этого это, на самом деле, было скорее таким путем во тьме, я бы так сказал. Или это можно называть таким постоянным долблением головой в бетонную стенку. Вот. В один момент просто я понял, что бетонная стенка треснула, но, так сказать, за нее я еще не зашел. Сейчас я уже понимаю, что она уже треснула, и я уже за эту бетонную стенку зашел. Уже и осмотрелся, и даже несколько шагов прошел. Вот. Поэтому как раз-таки, вот пока вот это была такая гонка, про отдых вообще, в принципе, можно было, ну, не думать. Но сейчас я вообще стараюсь как раз-таки грамотно распределять свое время, чтобы... чтобы не терять вообще продуктивность. Например, мне нравится вообще из каких-то побочных вещей, просто не связанных с музыкой. Мне очень нравится астрономия, я ей увлекаюсь. Вот. Я иногда хожу на лекции, слушаю. Мне очень нравятся некоторые спикеры. Плюс... Плюс в целом мне нравится вообще фэнтези-тематика. То есть я люблю всякие там посиделки по книгам. Иногда мы с друзьями в ДНД играем. Ну, что-то вот такое. Был момент, что стримил ДНДшечку, мне когда друзья сказали, что что это такое. Сначала не понял, а потом как понял. В принципе, понял. У меня причем... Ну да, ну это... У меня была интересная история, что мне писали люди из какого-то клуба и просили, а можно ли вашу песню использовать у нас в клубе включать? На фоне. Прикольно. У тебя было такое, чтобы тебе писали вот так вот какие-то ребята, которые... Мы хотим использовать вашу песню там-то, там-то. Ну, насчет использования, да, но не в ДНД. То есть... Ну, конкретно, например, не с моими песнями, я же не только себе писаю песни. Вот, я еще пишу песни для своей жены, то есть у меня есть жена, ее проект называется Гоки, у меня с ней тоже куча фитов. Вот, и как раз-таки некоторые ее песни как раз-таки тоже написаны мной. И вот как раз-таки мои песни, которые я сам для себя пишу, кино не берут, а вот ее песни, которые я написал для нее уже два раза попали в... Вот в сериал... А, не получается, в два сериала попали. То есть... Ни хига себе. А в какой, если не секрет? Ну, как раз-таки вот мы буквально сегодня смотрели один трек, который я написал попал в папины дочки, в новое, вот. А другой трек где-то, по-моему, год назад попадал в сериал, который называется Stream. О, я, кстати, смотрел его. Начинал. Нифига себе. Прикольно. Прикольно. Ну, я могу тоже рассказать от себя кратенькую историю. Есть такая площадка, не помню название, забыл. Но там, собственно говоря, в чем суть? Ты отправляешь свои треки, они проходят модерацию, и твои треки отправляются по радиостанциям, по общественным местам, и в том числе, и в кино. Вот я им отправил ту заявку, они сказали, что я маленький еще, типа, у меня мало слухов. Ну, я понял. Ты скорее всего про топ-хит? Нет, нет, что-то там по-другому как-то. Как-то по-другому. Ну, во всяком случае, да, во всяком случае, я, в принципе, вот конкретно этим не занимаюсь. То есть, вот этими вещами занимается как раз-таки лейбл, на которого я опускаюсь. Ну, то есть, это они, собственно, куда-то, видимо, отослали песенку, да, и кому-то она понравилась. Ну, да. Ага, понял. Да, там, в случае с первой песней, которая вот в стрим попала, моя жена сама написала режиссеру, а с папиными дочками, да, просто они ее запичили, и она попала в папину дочку. Блин, прикольно, круто. Поздравляю. Мне кажется, это прям достойно. Мне кажется, каждый музыкант мечтает, чтобы его песня где-то, знаешь, так закрепилась, потому что, ну, это, мне кажется, очень важная такая ступенька развития, как в плане... Ну, да. Ну, да. А вообще, иногда, в целом, ну, сам фильм может очень сильно популяризировать трек, ну, как вот недавний кейс с... с Айгел и слово пацана. Кузь-де-я-кусь, кузь-де-я-кусь. Ну, да-да-да, как раз-таки эта песня теперь плотно ассоциируется только с этим сериалом. Ну, да. Вот. Но она такая, видишь, она такая тревожненькая, тревожненькая. Она очень вписалась в атмосферу, надо признать. Ну, или, например, вот в сериал пацаны, мне он очень нравится, там попала песня группы Джейн Эйр, то есть вообще в зарубежный сериал попала песня нашей группы и и она снова обрела популярность спустя, получается, сколько лет? Спустя 15, наверное, лет. То есть она была в 2007 выпущена и попала в сериал и еще раз обрела популярность. Ну, вот, видите, то есть, видишь, песня это очень такая долгосрочная история. Никогда не знаешь, какая песня, когда кому пригодится. У меня недавно, кстати, была тоже история. Я слушал одну песню, группа, по-моему, называется Мудфлоу. Вот. И там, короче, там просто инструментальная музыка под гитару и я заметил, что люди-то пишут в комментариях спасибо за трек. Он, короче, очень круто вписался в Life is Strange игру. А человек, знаешь, 15 лет назад написал эту песню и ее спустя вот в такое время в игру, короче, засунули. И то есть трек обрел популярность. Не знаю, я даже считаю, что песни часто иногда бывают гораздо больше, чем сам артист. То есть, на самом деле, песни в исполнении какого-то артиста может не стать хитом, а потом через достаточно продолжительное количество времени ее перепевает другой артист и она становится супер-хитом. Ну, как, например, ну, не очень корректное сравнение, но, ну, Люби меня люби, которая перепела Гречка, но она тоже была хитом в свое время, но когда ее перепела Гречка, она снова стала хитом. Собственно говоря, начинал именно вот с каверов, потому что тогда, когда вообще менял тематику канала, что я до этого игрушки снимал, потом хотел музыкой заниматься, я думал, что именно кавера-то как раз-таки позволит хотя бы, знаешь, набить руку, научиться вот все это обрабатывать, там, петь как-то. На каверах вообще прям можно натренироваться, и плюс приятно, когда, знаешь, люди пишут, что кавер лучше оригинала. Вот это как раз-таки про эту историю. Ну, я всегда вот старался именно идти по пути собственного материала, набивания собственных шишек и выписывания собственных вот недочетов, то есть именно я старался всегда ориентироваться на какое-то свое видение и на самом деле то, что я дошел как раз-таки до своего звучания, которое сейчас, оно же не всегда было таким. Это как раз-таки тоже результат метода проб и ошибок. Да. Ну, слушай, давай тогда поговорим вот сейчас как раз-таки про концерты. У меня очень часто на моих трансляциях люди мне пишут когда концерты, когда концерты. И вот я лично для себя, ну, вот лично в моей ситуации, да, на моем опыте, я придерживаюсь такой темы, что концерты имеет смысл давать тогда, когда тебя вот музыка именно со стримингом, может спокойно прокормить, потому что у меня тоже есть, ну, много знакомых, кто занимается так или иначе концертной деятельностью, и реально вот собрать людей на концерте, это непросто. То, что поначалу, если ты там только первый концерт, ты будешь ты будешь их просто, ну, реально в минус работать. Ну, никто, если человек мне кажется адекватный, то в минус ты несколько концертов, ну, давать не будешь. Вот у тебя какое мнение на этот счет? Когда вот имеет смысл прям фокусироваться на концертах и давать их? Ну, слушай, на самом деле, ну, мы шли всегда путем нелегким. Мы шли всегда путем, что мы сами организовывали свои концерты, и причем с самой первой группы, то есть мы сначала и свой фестиваль делали, и потом всегда сольники организовывали с этим проектом. Вот, но на самом деле я скажу так, это удел храбрых, сильных и стойких. Вот, потому что на самом деле многим, конечно же, это не нужно, но я могу точно сказать, что есть очень большая разница между аудиторией стриминговой и аудиторией концертной, потому что у чувака может быть миллион человек на стримингах, то есть там миллион слушателей на Яндексе, он соберет три знакомых у себя перед сценой, вот, и также то, что у группы может быть там 10 или 15 тысяч на Яндексе, она может собрать полные 16 тонн, вот, поэтому тут очень большая градация между концертной аудиторией и стриминговой аудиторией, вот, на самом деле концертная аудитория, она часто привязана к какой-то конкретной тусовке, к жанру, то есть, например, если это Индия, то да, сразу ходит тусовка, которая слушает Индия, если это металл, то да, если группа находится в тусовке, то да, всегда тусовка придет на концерт и поддержит своих локальных исполнителей, вот, а как раз таки исполнителям, которые и не туда, и не сюда, вроде меня, свою самую тусовку приходится выращивать как бы с нуля, то есть, ты за долгие годы выращиваешь свою собственную тусовку, которая именно посвящена твоему творчеству, а не конкретному жанру, потому что у моей музыки я не считаю, что есть конкретный жанр, конечно, это можно назвать роком, но при этом, если послушать мои старые альбомы, там будет очень много именно под хип-хоп инструменталы, поэтому я считаю, что у моей музыки нет жанра, но есть сеттинг, вот, как раз таки тем, кому нравится мой конкретный сеттинг, они как раз таки и являются составляющей моей тусовки, которая как раз таки там собирается в какие-то уже самоорганизованные фан-клубы, может быть, не очень большие, но уже ребята, они как бы сами в себе находятся, и даже мое присутствие там уже не особо обязательно, потому что они автономны. А как думаешь, куда сейчас движется вообще музыка в сторону прослушивания дома, вот, на стриминг-площадках или люди на концерты больше тянутся? Слушай, ну, на самом деле и так, и так, то есть, просто это разные сегменты аудитории в целом, концерты и стриминги, то есть, кто-то, и разные жанры тоже, то есть, например, рок всегда классно послушать на концерте, потому что он для этого создан, для того, чтобы его слушать в живом исполнении, почувствовать эту энергию и так далее. А, какая-нибудь эмбиент музыка не факт, что вообще может исполняться на концерте, при этом у эмбиент музыки может быть огромное количество слушателей на стриминге. Ну, да, да, это, прикинь, собрать стадион и все такой, знаешь, такой эмбиент слушают, просто люди стоят такие. Не, ну, такие фестивали бывают, конечно, такие фестивали бывают, фестивали электронной музыки. Просто шум идет такой, что-то гудит там, и люди такие, кайф. Ну, да, ну, вообще у нас просто это не так сильно катируется, но на западе я прям видел такие фестивали, да, они выглядят масштабно, вот. А ты вообще смотрел, да, наверное, все равно отслеживаешь у себя, где тебя больше всего слушают? Ну, это, наверное, как обычно, Москва, Питер, да, там. Ну, конечно, да, то есть, Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, то есть, самые крупные города. Ну, да, у меня, кстати, вот аналогично, аналогично. Ну, недавно, как недавно, может, полгода назад, у меня, короче, резко даже Москву послушателям, и не у меня одного, ты, наверное, я не знаю, сидишь или нет в чате Бендлинка. Ты про Сасова? Да, да, Сасова. По-моему, в Сасово находится офис Яндекса, поэтому это, по-моему, ошибка была. Блин, потому что я такой, смотрю такой, что за город, захожу, а в городе, что-то человек 20 тысяч, и слушает весь город. Я думаю, что там такое? Полез в чат Бендлинка, и я смотрю, я не один такой, и там люди стали, знаешь, целой теорию выстраивать, что там чуть ли не этот, там какие-то корпорации там сидят, там OneRPM, вот эти все дистрибьюторы, они сосредоточены в городе Сасова. Не, у меня скорее более веселая тема была, вот как раз-таки, тоже один из самых популярных мои фитов, это фит с группой Антарктик, который, это как раз-таки сайд-прейд группы Физика, может, знаешь Физику, вот. Как раз-таки вот этот трек, он залетел на какое-то очень непродолжительное время чарту Узбекистана. При этом как бы, при этом вообще я не понимаю, как так получилось, потому что, ну, понятное дело, что где моя музыка, и где Узбекистан? Ну вот видишь, ну понимаешь, у музыки-то нет границ, в том-то и прикол. Типа, музыку даже люди, если они языка, они не понимают, ну если музыка крутая, блин, она в Китае может выстрелить, там, хоть в Африке, ну реально. То есть ты никогда этого не узнаешь. Поэтому надо реально творить просто вот, как оно идет и идет. Ну, кстати, вот о творчестве, да, о том, как сейчас творим. Что, как у тебя дела? Дружишь уже с нейросеточками-то? Суна, Уида вот эти вот, Миджорни? Да, 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 не, на самом деле, как ни печально, но нейросетки, именно рисующие картинки, к сожалению, заменили артистам художников в большинстве своем. Я, в принципе, очень люблю рисованные обложки, и для альбомов у меня всегда рисованные обложки, которые нарисованы живым человеком, но вот сейчас как раз таки для синглов, поскольку их много, и на самом деле художник, это, во-первых, стоит денег, во-вторых, это долго, и в-третьих, это все-таки не всегда то, что тебе нужно, поэтому для синглов как раз таки нейросетки научились делать в принципе то, что нужно. И на самом деле самое забавное, что у меня два раза попадали в топ обложек Яндекса именно обложки, сделанные нейросетью, а не нарисованные человеком. Больно. Ну вот, ребята, все, пластмассовый мир победил, да? Ну, а насчет ЦУНы, да, в принципе, или там вот еще есть это ЮДИО, или как-то так, я думаю, что они научатся делать еще лучше, потому что сейчас они только начинают, и в целом... Я тебе могу сказать, что вот я выпустил альбом, и вот кто его, ребята, слушал мой новый альбом, я вам приоткрою инсайт. Один треп полностью написан нейросеткой, так что вы можете послушать и попробуйте там угадать, и причем никто даже и понять не может, понимаешь? Полностью. Нет, мы нейросетки иногда используем для заказов, то есть, например, если нужен рекламный джингл, то тогда, в принципе, нейросетка даже справляется лучше, чем мы сами. Нифига себе. То есть, просто с написанием именно мелодии, стиля и текста нейросеть справляется лучше. Поэтому я считаю, что именно вот эти музыкальные нейросети, они уберут с рынка просто людей, которые делают именно нетворческий продукт музыки. То есть, это рекламные джинглы, это фоновая музыка. То есть, мне кажется, лу-фай биты уже не обязательно делают человеку, потому что нейросеть справляется с лу-фай битами, мне кажется, даже лучше, чем человек. Я прям поражен был. Вот я недавно попросил ее написать мне мощный пауэр метал. Так она прям, мне понимаешь, она сгенерировала прям у нее вступление, интро, куплет, припев, куплет, потом она делает концовку. Все, полностью структура. Я там просто, ну, такой продакшн сделал, почистил немного звук, накачал его, чтобы он жирнее стал и все. То есть, ну да, на самом деле, нейросеть, в принципе, заменит множество профессий, которые очень утилитарные, но, к сожалению, нейросеть не придумает себе что-то новое или нейросеть не будет себе генерировать какую-то уникальную собственную творческую мысль. То есть, это так или иначе будет набор уже каких-то устоявшихся образов или идей, которые уже в нее загружены. То есть, в этом, как раз таки, мне кажется, ее суть. То есть, вот если обычно говорят, что заменит ли нейросеть человека, я считаю, что нейросеть человека не заменит. Но вот человек вместе с нейросетью заменит человека без нейросети. Это 100%. Ну да, потому что сейчас реально кто не использует нейронку, тот проигрывает, можно сказать, в продуктивности. Ну да, поэтому на самом деле я считаю, что как раз таки бояться нейронок не стоит. Наоборот, как раз таки стоит пользоваться их услугами, потому что они некоторые аспекты работы очень сильно сокращают. В частности, например, как раз таки именно какие-то музыкальные идеи с точки зрения мелодии может очень даже неплохо написать нейросеть. Но именно тот смысл, который ты вложишь в запрос, который ты задаешь нейрости, это самое главное в принципе. я говорю, сейчас такое время интересно, будут реально чуваки рулить, которые умеют круто делать запросы под нейронку. Понимаешь? Ну конечно. мы идем. То есть, мало просто придумать, надо грамотно это расписать и указать, потому что порой ты ей пишешь, она не понимает, что ты от нее хочешь. Я ей пишу один жанр, она мне там вместо фонка оперу рождает. Ну типа, что это такое? Поэтому сейчас действительно будут прям вот те челики на верхушках, которые умеют прям четенько ей все расписать, чтобы она поняла, что ей родить. А как думаешь вообще, будут ли вот стриминговые площадки, тот же Яндекс, ВК и прочие, как-то вот это отслеживать, фильтровать, как это, думаешь, будет происходить? Потому что сейчас ну реально уже есть такие прецеденты, когда человек полностью альбом генерирует и выкладывает его на площадке и это слушает. А я не вижу в этом ничего плохого на самом деле. Действительно идем к тому, что люди будут нейромузыку слушать? Они ее уже слушают. Понимаешь, в чем дело? На самом деле проблема лишь в том, что они ее уже слушают. Уже как бы порог пройден. То есть на самом деле меня больше пугает, знаешь, какая история? То, что мы как живые музыканты будем с помощью нейросетей как раз-таки конкурировать даже не с помощью, а вследствие такого вот повального как раз-таки экспансии нейросетей в музыку. Мы будем конкурировать с теми музыкантами, которые уже по тем или иным причинам перестали выпускать музыку. То есть в какой-то момент мы проснемся и нашими конкурентами будут не те же самые ребята, которые вот рядом с нами, коллеги по сцене, а будут Фредди Меркури, Курт Кобейн и так далее. То есть Джимми Хендрикс выпустит новый альбом. То есть как раз-таки когда правообладатели поймут, что нейросеть сможет на основе например всей дискографии Джимми Хендрикса сделать еще один альбом Джимми Хендрикса или как например Matix XX Tentacion вдруг это поймет, она столько нагенерит там, мне кажется там будет просто можно обмазаться количеством того, что она нагенерит. Вот. Поэтому мне кажется все к этому будет стремиться только к тому, что правообладатели поймут, что можно сделать новые альбомы. Так, мы ребята продолжаем. Я о чем еще хотел сказать? На самом деле надо отдать должное нейросетям, я удивился. Могу вкратце рассказать тоже историю. У меня был трек вокальной версии, я загрузил акапеллу своей песни, которую у меня там начала набирать. И его добавили в плейлист опера и вокал лучше. там знаешь всякие эти хворостовские оперные певцы там, повороте вот это все. Вот это мой трек. И сейчас люди нейронкам знаешь, они берут песню и превращают ее в оперу. Ну да, и на самом деле да, 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 получается на самом деле неплохо. Я такой, господи. Ну на самом деле получается неплохо, мне кажется, потому что нейронки кушали много оперы, поэтому получается как раз таки неплохо. вы понимаете, что даже вот, да, сделаны приколы ради прикола, там какие-то мемные песни, но вы понимаете, что нейросети у людей сейчас будут прививать даже любовь вот к опере, вот к такой вот музыке. То есть прикинь, вот человек по приколу послушал вот говновоз в стиле оперы, а потом заинтересовался реально оперой. Опа сказал, блин, а опера-то красивая вещь. Понимаешь? А он до этого, может, рэп слушал. Ну не знаю, мне кажется, есть что-то такое, что оно популяризирует все равно жанры некое. Ну, понятное дело, понятное дело, что популяризирует, но, конечно, в каком виде это уже другой вопрос, потому что мем мемом. Ну, мне кажется, просто как бы так же точно будет как аналоговая, так и электронная. То есть в целом просто аналоговая уйдет в такое скорее жанр для ценителей. То есть тем, кому это правда важно. Это будет стоить дороже и просто как бы а именно массовый слушатель будет, думаю, слушать ну вот такие, да-да-да, такие вот прикольчики, конечно, конечно. Ну, я думаю, сейчас имеет смысл собственно поговорить вот о том, вот раз мы заговорили про нейросети. О чем ты сейчас вообще в данный момент мечтаешь? Может быть, у тебя есть какая-то мечта, которую ты хочешь воплотить в жизнь, смотря на то, как вообще вот мир меняется просто стремительно. О чем ты мечтаешь? Ну, на самом деле в целом у меня мечты очень простые, потому что пока что еще не все цели, которые я в себе ставил на музыку, они отнюдь закрыты. То есть на самом деле мне хочется впервые собрать солд-аут, например. То есть мы еще ни разу не собирали солд-аут. Я вот надеюсь, что ближайший концерт, который мы сделаем, приблизится к этой отметке. Также, ну это можно назвать мечтой, но сейчас, поскольку мы уже примерно понимаем собственные темпы, это уже остается не мечтой, а целью. Я хочу к концу года сделать полмиллиона на Яндексе. Именно полмиллиона слушателей. Ну да, и на самом деле об этом же специалисты Яндекса говорили, что вы, ребята, выпускаете каждый месяц, потому что если вы выпускаете каждый месяц, площадка это чувствует и она начинает вас поддерживать. Ну, кстати, у меня вот в плане выпуска я тоже сейчас, ну, заметил, что имеет смысл фокусироваться на синглах. Я еще это почему заметил? Может быть, ты знаешь группу Falling in Reverse, там Ронни Рад, ну, конечно, да. Вот, он же тоже говорил, типа, а нафига мне париться над альбомом целый год, если я могу все свои силы вложить в одну песню, сделать офигенную песню, офигенный трек, и вот он выпускает этот трек Popular Monster, и просто там трижды платиновый трек, все. То есть, вот о чем реально речь, то, что можно сделать одну песню, но эта песня будет настолько офигенно, что она просто порвет просто все альбомы. Ну да, но все равно именно я бы совет молодым музыкантам, которые сейчас только начинают, посоветовал бы реально выпускать прям часто, то есть, желательно каждый месяц, потому что тогда реально алгоритмы чувствуют, что ты постоянно куда-то двигаешься. Прикинь, каждый день песню выпускать. Ну, я думаю, что у тебя сил просто не хватит, если ты не нейросеть, то тогда, мне кажется, ты быстро выигрыш, либо это будет настолько низкокачественный контент, что это будет сложно слушать. Поэтому я считаю, что золотая середина сейчас это один трек в месяц. То есть, не больше и не меньше. В плане альбомов я для себя лично выделил вот такие, знаешь, типа отрезки важные, допустим, достиг вот я вот 100 тысяч слушателей. Я понял, что вот пора записать альбомчик. Вот следующий альбом я буду уже на 200 тысяч слушателей делать. То есть, вот такие вот. У тебя нету такой какой-то темы, что ты по каким-то метрикам ориентируешься и к этим, допустим, каким-то датам или числам выпускаешь тот или иной материал? На самом деле, скорее, вот поскольку я достаточно много выпустил альбомов, четыре штуки, и они были практически без фитов. И там как раз-таки я хотел сказать о чем-то конкретном в каждом альбоме. Вот. Поэтому я сейчас считаю, что, ну, если и выпускать альбом, то тогда нужно, чтобы это была какая-то конкретная идея для альбома, потому что без этой идеи это просто будет, ну, сборник синглов. Это можно назвать даже не альбом, это можно назвать микстейп. Скорее всего, именно такой микстейп я выпущу просто вот в ближайшее время в мае, то есть туда допишу еще несколько треков и просто все уже вышедшие как раз-таки будут в нем находиться. Вот. Но это не будет альбомом. Это как Оксимирон делал. Все ждали новый альбом, а он выпустил. Ну, это называется микстейп. Да-да-да. Да-да-да. Ну, слушай, ну, вот у тебя реально столько фитов с разными артистами. Как ты вообще вот подходишь к выбору, с кем ты будешь записывать этот фит? И какой у тебя на данный момент фит мечты? Вот с каким бы ты артистом хотел бы записать фит? А, ну, во-первых, в принципе, как бы я бы хотел поработать с перкинезисом так или иначе, потому что эта идея все еще во мне горит. Мне очень хочется, в принципе, с ним что-то сделать совместное. Вот. Также, именно если из ребят, которым я прям респектую, мне очень нравится, как позиционирует, как звучит и как делает музыку исполнительница, которую зовут Green Appelstein. Вот. Мне бы очень хотелось с ней тоже посотрудничать, потому что у нас достаточно близкий сеттинг. Вот. И если в какой-то момент я все-таки доберусь до ее уровня популярности, мы обязательно придем к ней и предложим ей что-то совместное сделать. Ну, классику можно вообще не упоминать. Это, конечно же, Oxymiron. Кривить душой не буду, потому что, конечно, мне кажется, каждый исполнитель, который так или иначе, ну, учился на треках Oxymiron писать тексты, ему хочется фит с Oxymiron вот. Ну, еще из такого, что бы мне хотелось, наверное, если помечтать, это фит с кем-то из прям старой школы русского рока, то есть, например, там, с Бутусовым или, например, с Пикником тем же самым или, например, как раз-таки с Би-2, ну, с кем-то таким, в общем-то, уже прям с легендой. Окипелов. Ну, я не знаю, как бы это могло выглядеть, но вполне возможно, почему бы и нет. Ну, да. Ну, это странно бы выглядело, мне кажется. Просто было бы забавно. неожиданно, неожиданно было бы. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, во всяком случае, Мы делаем обращение ко всем вышеупомянутым артистам. Давайте, давайте фит. Зовем на фит, Оксимирон, мы зовем тебя на фит. Слушай, я хотел еще тоже, очень люблю вообще смотреть, как и видосы, и, в принципе, с музыкантами разговаривать про техническую часть. Вот как ты считаешь, вот, допустим, вот ты исполнитель, пишешь песни, ты, как считаешь, ты вот должен уметь сводить свои треки хотя бы на базовом уровне. То есть, не обязательно там, что у тебя трек суперкруто, но чтобы ты умеешь там хотя бы плюс-минус какую-то демку накидать, а потом ее отдать уже звукорежиссеру. Или ты прям вот на это время не тратишь, твоя задача только спеть, записать материал, и уже потом отдать это все на сведение. Слушай, ну, конечно, я считаю, что нужно уметь хотя бы чуть-чуть подсвести свою демку, но я бы сказал так, что подсвести демку нужно уметь, но вот отдавать финальный мастеринг, финальное сведение лучше профессионалам. То есть, я свои первые три альбома сводил сам. Сейчас я очень сильно об этом жалею. Ну, просто тогда как бы у меня не было средств для того, чтобы сделать это нормально, и у меня до сих пор где-то еще вдалеке зудит история с тем, что я хочу все это просто пересвести. То есть, я... что меня сейчас не устраивает, как это звучит, и что, на самом деле, по-хорошему, это все нужно переписать на нормальный микрофон, и нормально пересвести уже не мной. Вот. И, возможно, я этим как-нибудь займусь, когда у меня будет свободное для этого средства время и так далее. Потому что я бы очень хотел услышать свои старые песни как раз-таки в том качестве, в котором я изначально хотел бы, чтобы они были. Ну, слушай, у меня тоже такая история была. То есть, я-то вот сейчас в данный момент все сам свожу, и когда я уже пять лет посводил треки, я некоторые свои старые работы, ну, в плане каверов, я беру и делаю ремастер. Ну, мы тоже делаем ремастеры. Да, мы тоже делаем ремастеры, и, на самом деле, в принципе, это полезная история, потому что иногда в ремастере трек может реально гораздо лучше заходить людям, чем в оригинальной версии, потому что просто, ну, порог вхождения, уши не режет и так далее. Я просто недавно тут новый ролик выходил, наверное, знаешь канал Звукарь Бомбит. Да, я вот как раз-таки у него и учился сводить по его роликам, когда я сводил свои первые альбомы. Ну, вот он вот тут недавно ролик выходил, там был, получается, ну, я еще и полностью не посмотрел, но там в чем прикол? Либо у тебя крутые мониторы, но не в подготовленном помещении, либо у тебя наушники и там через реалфон слив просто в ушах сводить. И, типа, он такую мысль сказал, что если ты научился в принципе и не в подготовленном помещении сводить, и, допустим, в наушниках, и у тебя в итоге результат получается хороший, то действительно это просто вопрос времени, когда ты там придешь к нормальному оборудованию, то, что изначально за этим реально нет смысла гнаться, надо реально работать над именно материалом, над идеями песни, над аранжировками, что вот это вот первично. Ну да, безусловно, на самом деле на самом деле песни могут стать хитами и без хорошего сведения. Вот, например, там фотографирую закат, он же сведен, ужасно. Давай, давай честно. Таких примеров вообще куча, очень куча. Не знаю, там вот супер хит, как раз-таки этого XXXTentacion, этот Look at Me, тоже, но он записан на микрофон петличку и тоже сведен ужасно. При этом это супер хит. Ну так, потому что там-то суть, что он энергетику вот эту поймал, ну конечно, конечно. И вот она и чувствуется вайп, то, что он вот это Look at Me, он орет там перегруз, и он причем не накрученный, как вот люди Distortion-то делают, а он прям живой. То есть это грязный, живой звук вот этот перекрученный, передушенный. И вот оно работает, оно работает. Люди чувствуют энергетику, оно резонирует. но при этом все артисты, как только у них появляются средства, они обращаются к крутым специалистам, потому что просто, просто становится лучше. Да, и потом вот люди теряют, фу, раньше было лучше, сейчас ты такой вылизанный, такой чистый микс, вот раньше, когда был ноунеймом, с душой делал, знаешь. Да, и слушали тебя три ценителя. Да, да, потом как бы понимаешь, ну, все через это проходят. Слушай, а вот ты тоже об этом перед интервью, собственно говоря, мне писал, просил, расскажи тогда про свою команду, ты же, я так понимаю, не один все это делаешь, у вас прям команда, расскажи про этих ребят, кто чем занимается, кто за что отвечает. Да, конечно, в целом, именно песенной составляющей занимаюсь в основном я, но это отнюдь вообще не полностью вся команда. У меня есть менеджер, который занимается всеми внешними моими делами, то есть переговорами как раз таки с лейблом, с площадками, с какими-то там людьми, которые делают мерч, как раз таки на хиты часто она договаривается, именно предлагая уже готовую демку какому-то исполнителю. Также у меня есть моя замечательная живая команда, в которой каждый участник, он очень важен, потому что мы не просто какой-то лайф-состав, мы как раз таки стараемся в нашем живом выступлении пронести вот этот вот вайп именно группы-группы, то есть как раз таки тот самый вайп, который мы несем вот с тех пор, как это все началось еще там году в 17-18, с той самой из первой группы, в частности, например, один чувак, который со мной играет, вот барабанщик, он со мной играет вот все эти годы, то есть он как раз таки с самого первого состава, с самой первой группы находится со мной. Мой замечательный басист Тимош, который вот как раз таки является таким своеобразным талисманом группы, то есть как раз таки мне кажется обычно все обращают внимание на вокалиста на концертах, но у нас все влюбляются именно в басиста, потому что как раз таки он очень сильно тащит всегда все выступления своей уникальной совершенно харизмой, вот. У нас есть гитарист Юра, у которого есть своя еще группа, которая тоже делает такой рок более скорее такой более грязный, более андерграундный, тоже с очень прикольными текстами, называется Тайка Войдите, вот. Ну и в целом я обращаюсь еще дополнительным специалистом, то есть у нас есть несколько звукорежиссеров, к которым мы обращаемся в зависимости от того, какую мы хотим идею привнести в трек, то есть если нам нужен, например, рэп или электроника, то тогда мы идем к одному звукорежиссеру, если нам нужен прям хороший рок, то тогда у нас вот есть прям супер человек, наверное, я даже могу сказать, как его зовут, его зовут Андрей Боровский, вот, как раз таки он ответственный за сведения и Каи, и Герды, всех последних вот наших рок-треков, это все его рук дело, он очень крутой, вот, потому что он прям делает очень хороший звук, которому респектовали и многие обзорщики, которые, например, вот слышали на стримах треки, сведенные им, наши, вот они прям, в частности, Каи и Герда, это было очень забавно, Нюберг, когда его послушал, он перед этим слушал какой-то релиз Перкинезиса, который вышел вот тоже в этот момент, и он Каи и Герда поставил в пример Перкинезису по звуку, то есть как нужно, как нужно делать по его мнению, это было очень приятно, вот, в принципе, да, вот я про команду рассказал, ну еще плюс у нас есть лейбл, который занимается как раз-таки работой по дистрибьюции, но тут я мало что могу сказать, просто они делают свою работу. А слушай, ну да, вот в плане лейбла тоже вопрос, ты вот как бы независимый музыкант, то есть твоя задача просто отгрузить песню, написал песню, отгрузил, отправил, все, или у тебя прям ты на контракте сидишь вот на этом лейбле, тебе предложили контракт, а ты должен отрабатывать? Слушай, ну нет, я бы так сказал, отрабатывать я ничего не должен, но это контракт, то есть, но это контракт, заключаемый на каждой песне по отдельности, то есть, конечно, там есть определенные нюансы, определенные договоренности, которые в чем-то меня могут ограничивать, но на самом деле работа с лейблом это всегда взаимовыгодное сотрудничество, потому что на самом деле можно, конечно, идти без лейбла, вот я всю свою дорогу до последнего года шел без лейбла, и это было долго, это было сложно, вот, поэтому лейбл сейчас как раз таки помогает, чтобы наше движение было как раз таки гораздо быстрее, потому что уже все-таки я понимаю, что время тикает, и я не особо хочу тратить время на то, на то, на что я не могу время не тратить, потому что вот мне 25, и я все-таки хочу проснуться однажды в 30 и понять, что я добился всего, что я хотел, а не испытать как раз таки ощущение того, что я все сделал, а у меня не получилось. А тебе когда исполнилось 25 день рождения-то? Мне 25 будет, вот я говорил, мне 25 будет через два месяца. То есть я старше тебя? Блин, я думал, я думал на самом деле, что тебе где-то 27, 28. Ну да, многие думают, что я постарше, на самом деле, потому что я просто немножко бумер. Ну да, как бы, это я такой... Зумер! Не, я бывший металл-хэт, я всегда тусовался с чуваками, которые старше меня, мне всегда приятнее тусоваться с чуваками, которые старше меня, поэтому я, ну я наоборот, сам зумеров не понимаю. Эта, эта группа-то Бау, знаешь? Конечно знаю. У них так вот вышел недавно зумер. Группа Бау это как раз таки пример, группа, которая может собрать концерт на 500 человек вообще просто спокойно, при этом, ну на стримингах у них в три раза меньше, чем у меня. Вот так. А потому что... Потому что тусовка ходит. Да, и потому что он, вот он, Леха же, он изначально рассказывал, что он прям концерты давал, вот прям берет и в минус дает, но прям они себя изначально, ну позиционировали как концертная группа, то есть на это и расчет был. Это все-таки же ракешник, это рок, а рок это всегда, как говорится, энергия, стадион, драйв, что люди прыгают, скачут, там, слэмятся. Ну да. Ну слушай, раз мы вот заговорили опять же про артистов, есть ли вот кто-то, кого-то, на кого ты равняешься, да, кто-то там служит для тебя таким, может быть, даже источником какого-то вдохновения из артистов, из современных, может, из старых? Ну да, на самом деле, вот как раз-таки, когда я начинал этот проект, я же как раз-таки много текстов не писал в старой группе, а тут мне нужно было писать все тексты, и поэтому я прям целенаправленно себе поставил задачу научиться писать тексты у тех, кто прям практически лучше в этом искусстве, то есть я прям конкретно штудировал, например, очень многие тексты именно рэперов, которые пишут именно текст с точки зрения текста хорошо, ну, в частности, Тольца Максимерон, ATL, LSP, кого там я еще слушал, в целом очень хорошо именно написаны прям тексты с точки зрения фонетики у CDRM, мне, кстати, очень нравится CDRM, я у них был три раза на концерте, ну, также еще мне очень нравится как раз-таки глубина и проработка текстов русского роков, в частности, там, Бутусова с Наутилусом, Татьяже Би-2, на самом деле мне нравится Король и Шут, это как бы в целом по-моему, ни для кого не секрет, что у меня Король и Шут является так или иначе каким-то частичным маммажем для для моей музыки, вот, у них не все тексты мне нравятся, потому что я считаю, что в какой-то момент у Андрея Князева что-то случилось с его текстами и он стал писать, ну, назовем это так, похуже, чем было раньше. Проходничок. Ну, да, скорее, у меня такое ощущение, что просто пока он был в составе Король и Шут общий настрой и того, что это было не просто его сольный проект, а команда, вводил некоторый ценз на песне. То есть, а сейчас как будто бы у него этот ценз спал и, например, как бы, я не думаю, что песня, которая называется там «Жопчик», могла выйти хотя бы как-то в составе Король и Шут. Ну, просто, да, мне кажется, так или иначе, мне кажется, все артисты с этим сталкиваются, что в один момент просто исписываешься. Типа, знаешь, когда ты уже больше сотни песен написал, вот у тебя-то, сколько у тебя вообще песен в целом? У меня около, по-моему, сейчас что-то в районе к 60 приближается. То есть, ну, 60-то-то еще ладно. Вот мне кажется, когда за сотку переваливает, вот там уже начинается такая тема, что уже исписался, уже не знаешь, о чем писать. Вот у тебя не было такого? Слушай, я считаю, что это не так, на самом деле. Многие исполнители, которые пишут много, они не исписываются до конца, то есть, до конца делают хороший материал. Да, в принципе, это может быть материал похожий друг на друга, но как бы похожесть, это не значит, что это плохо, потому что, ну, так или иначе, это стиль. То есть, например, у Motorhead группы у нее очень много альбомов, прям очень много, они все друг на друга очень похожи, но при этом они все очень классные, то есть, как бы, ты слушаешь, один слушаешь, второй слушаешь, третий, да, они все очень одинаковые, но при этом они абсолютно выполняют свою задачу и делают Motorhead такой же легендарной группы, которая никогда, особенно планку свою не снижала, то есть, как бы, вот примерно так, то же самое ACDC, да, у них все альбомы звучат примерно одинаковые, но планку они свою тоже не снижают, вот. С точки зрения текстов, ну, не знаю, например, вот Олег ЛСП, у него тоже сейчас очень много песен, да, он сейчас выпускает немножко другую музыку, нежели он делал, когда был жив романгельчанин, то есть, например, краски музыкальной составляющей, мне, наверное, меньше даже нравится, чем то, что было раньше, но по текстам это также очень сильно, вот, то есть, я просадки конкретные у него не вижу, при том, что у него выпущено, мне кажется, больше ста песен. Ну да, но он же это, он же, по-моему, на филолога учился. Ну да, 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 не одну собаку на этом съел, видишь? Ну да, но мне кажется, что, чтобы не списываться, нужно трезво просто воспринимать тебя со стороны и пытаться искать постоянно новые смыслы. То есть, на самом деле, для того, чтобы не списываться, надо, ну, прежде всего читать, потому что, так или иначе, если ты работаешь с текстом, то тогда твой главный источник насыщения это чтение литературы, стихов или слушание каких-то песен тоже с хорошими текстами и вдохновляясь ими, ты все равно ими наполняешься и уже можешь еще какие-то новые смыслы передать через собственную музыку. Мне кажется, это вот так вот. Да, вот слушай, так уж разошла речь. Как говорил в одном раунде Оксимирон, хочется просто поговорить о книгах. Что ты сейчас читаешь из книг? Ну, кстати говоря, насчет этого раунда. Я в целом читал Тысячеликого героя. Вот. Я прочитал еще, кстати, несколько тоже похожих книг на эту же самую тематику. То есть, есть еще у российских писателей то, что Тысячеликий герой это Кэмпбелл, это, по-моему, американский писатель, а есть еще наши писатели, которые писали на эту же тему. Это Проб, как называется, книжка морфологии волшебной сказки. Еще, по-моему, Шамаева, я тоже не помню, как называется книга, она тоже что-то про волшебную сказку. Там как раз-таки примерно тоже самое про Тысячеликого героя, только немножко под другим углоном. И еще про, ну, про нашу именно культуру рассказано. Вот. На самом деле, что я сейчас читаю, ну, мне до сих пор, как бы, при том, что я уже отнюдь не маленький ребенок, мне очень нравится читать различные фэнтези, различные сказки, различные современные сказки. То есть, мне нравится Нил Гейман, мне нравится очень Терри Пратчетт. Я прочитал практически всю вообще библиотеку Терри Пратчетта. То есть, я прочитал его большинство цикл по его вселенной «Плоский мир». И единственная проблема, в чем она заключалась, в том, что книжки закончились. Вот. Хоть свою перепиши, да? Ну, кстати говоря, я пишу. То есть, на самом деле, у меня был проект, мы хотели подать его на фестиваль New Open в Екатеринбурге, где выдаются гранты на какие-то творческие истории музыкантов. Вот. Мы подавали грант как раз-таки на издание книги-сказок по моей вселенной, в которой находятся все песни. Вот. Потому что я на досуге как раз-таки пишу именно в прозе сказки по собственной вселенной, в которой находятся все мои песни. Вот. У меня сейчас сделано несколько сказок, которые просто как бы можно еще дописать и выпустить как книжку. Ну, просто, поскольку у меня уже был опыт выпускания книжек, ну, именно на заказ. Ого, ты даже книги на заказ писал? Ну, да, но это просто, ну, можно почитать еще одна подработка. Офига себе. Вот. Я знаю, что выпускать книги это дорого. Ну, да, это не то, что дорого, это вот то, что вообще, вообще книгу написать это непросто. Это вот люди думают, типа, это легко. Ну, нет, я не согласен. Я не согласен. Книгу написать это надо прям вложить много сил. Мне кажется, это сложнее, чем песню сделать. Ну, я бы не сказал, что это сложнее, это дольше. Кстати говоря, да, вот я еще посоветовал тоже из того, что мне прям очень нравится. Я несколько раз, когда вот тоже учился писать тексты, поскольку у меня тексты, они такие, построенные на сторителлинге, значит, нужно написать интересную историю. А как раз-таки очень мало людей, которые в сонграйтинге учат именно рассказать историю песней, поэтому я посоветую еще книжку Стивена Кинга, которая так и называется «Как писать книги». Это его автобиография, и в ней очень прям подробно расписано, как рассказать хорошую историю. Ну, в принципе, мне тоже эта книга понравилась именно с точки зрения того, что он там, ну, нисколько прям про написание книг, он как бы просто поделился там своим опытом, как он вообще к этому пришел, как ему в детстве там что-то четверть цента там платили из-за рассказики, как его в школе типа его гнобили, говорили, да что ты за говно пишешь, кто это будет читать, и его вот на него это такую, знаешь, дало ему мотивацию, короче, типа, что он такой, вы меня тут, вы мое, творчество не понимаете, да я вам сейчас напишу, то есть он, понимаешь, его вот это так вот зарядило, так сказать. Ну да, на самом деле всегда, всегда, когда человек очень сильно к чему-то стремится, обычно это всегда желание сделать что-то вопреки кому-то, то есть кому-то что-то доказать, так или иначе, потому что, ну, без такой мотивации обычно люди долго в этой игре не задерживаются, поэтому вот. Ну, кстати, вот насчет мотивации, ты вот не думал, что вот в один момент, допустим, когда ты всего добился, у тебя все хорошо, ты, так сказать, находишься в какой-то зоне комфорта, вот она вот пропадает в этом мотивации, ты такой, типа, лежишь, у тебя все хорошо, да и ничего делать-то и неохота. У тебя были такие моменты? Да нет, на самом деле сейчас у меня таких моментов не бывает, потому что я знаю, что я еще точно не достиг того, что я хочу, но единственное, что да, конечно, когда ты чего-то ждешь, ты гораздо, гораздо больше находишься вот в этой подпитке энергии, пока это не случилось, потому что я четко, например, осознал такую вещь, что когда у меня было сотни тысяч на Яндексе, я прям радовался намного больше, чем когда у меня стукнуло 300. А потому что, да, оно, понимаешь, когда ты сотку достигаешь, это такое, ну это знаковое, да, что 100 тысяч в первый раз, а потом дальше, оно, знаешь, само собой идет. Я говорю к тому, что когда ты достигаешь вот эту первую сотню, это же первая сотня, это такое монументальное событие, а дальше оно уже как само собой разумеющееся, то есть, да, ты радуешься, но ты понимаешь, что ты можешь реально уже и 500 набрать, и миллион, то есть, ты понимаешь, что если ты преодолел вот этот порог в сотку, то значит, ты уже реально достоин как бы, ну большего, то есть, поэтому мне кажется, такое происходит. Ну да, конечно, но сейчас как раз-таки, ну, цифра это приятно, но ближайшую целью это как раз-таки, наверное, sold out в Москве. Так что да, ну это круто. Человек 300 собрать. Это круто, это круто. Ну давай тогда поговорим, вот ты сказал, что занимаешься тем, что учишь людей вокалу, расскажи про свое образование, у тебя получается, есть высшее образование, ты поступал? Нет, высшего у меня нет, у меня среднее специальное, но да, я закончил именно колледж по вокалу, то есть, я полноправный преподаватель по вокалу. То есть, ты отучился в колледж и на вышку ты решил уже не идти? Да, ну, потому что мы сразу, мы там учились, получается, втроем, то есть, мой барабанщик тоже закончил то же самое место и моя жена, то есть, мы вместе как раз втроем там учились. Вот, и в целом мы уже, ну, мы с моей женой просто сразу уже на последнем курсе начали преподавать и как-то уже решили в вышку не поступать. Ну, плюс до этого мы с моей женой и с барабанщиком тоже учились в московской международной киношколе. Я там учился на актера, а жена училась на режиссера, барабанщик, он просто туда на год пришел, а потом ушел вместе с, вместе с группой, с моей. Ну, вот и все. Ну, как считаешь, вообще в нынешнее время высшее образование нужно или нет? Можно и без него. Ну, смотря кому. Я скажу так, смотря кому. То есть, наверное, если ты хочешь развиваться в академической сфере, то тогда, конечно, оно нужно. А если ты хочешь строить карьеру как музыкант, именно творец, то есть, не прикладной музыкант, то есть, играть там, не знаю, ну, на гитаре в ковербенде или играть на скрипке в оркестре или петь в опере, то тогда, наверное, не особо нужно. То есть, наверное, стоит просто учиться каким-то прикладным вещам, которые нужны именно для конкретного твоего вида деятельности. То есть, если ты пишешь тексты, то да, учиться писать тексты и писать мелодии. Ну, если ты именно больше хочешь выступать, то тогда, наверное, больше тренировать вокал, но для того, чтобы тренировать вокал, тебе отнюдь не нужно высшее образование. Ты можешь просто пойти к хорошему частному преподавателю. И он даст тебе гораздо больше и гораздо быстрее, нежели тебе дадут на курсе академического вокала или эстрадного даже вокала в каком-то высшем учебном заведении. Но кому-то это нужно. А вот что думаешь про когда люди обучаются вокалу по видеоурокам? Вот я вот по видосикам учился. Мне надо было научиться кричать. Я научился скримить по видосам Леуса. Не знаю, ну, к Леусу у меня неоднозначное отношение. Ну да, он такой персонаж, 50 на 50. Но в плане скрима его видосы мне очень помогли. Потому что если бы не его видос, я бы давно голос сорвал. Ну да. Но на самом деле, ну, можно научиться чему-то по онлайн-урокам, я бы так сказал. Наверное, с экстримом тут проще, потому что экстрим так или иначе это надстройка уже над основным вокалом. То есть для того, чтобы экстримить, тебе нужно уже научиться пользоваться своим голосовым аппаратом. Иначе просто ты правда себе что-нибудь там напортишь. Вот. Но именно базу я бы все-таки, наверное, рекомендовал ставить преподавателям, которые будут ставить базу. Потому что я, например, практически не винул онлайн-уроки, мне не нравится. Я всегда должен видеть ученика рядом с собой, потому что по онлайну часто не видно тех нюансов, которые видно вживую. Например, у него там какая-нибудь маленькая жилка зажимается, и ты это с камеры точно не увидишь. А звук из-за того, что с телефона, ты тоже это не услышишь по звуку. А когда человек рядом с тобой, ты можешь это быстренько пофиксить и быстро показать человеку именно наглядно, как исправить эту проблему. Ну да, опять же, про дыхание, про опору. Ты же прям можешь ему сказать, вот тут вот дыши, тут живот вот в тени, вот так пресс напряги, вот это вот все. Ну, конечно, да. То есть, ну, вокал, вокал — это очень сильно построенная на физике история, поэтому тут нужно для начала хотя бы ходить к реальному преподавателю. Потом уже можно самому тренироваться и дома, или, например, просто скидывать уже записанный материал своему преподавателю по онлайну, чтобы он просто посмотрел и уже указал тебе на какие-то недочеты, которые ты сможешь исправить сам. Но именно базу, особенно попадание в ноты, если у человека нет слуха, то тогда, к сожалению, ему нужно просто вот с инструментом очень долго его вырабатывать. И, к сожалению, по онлайну это делать реально сложно, особенно из-за задержки просто. А ты с людьми-то с какими занимаешься? Прям дети приходят или уже подростки и взрослые? Ну, я стараюсь не брать прям маленьких детей. У меня был такой опыт, и я не очень люблю это дело, потому что, ну, там больше до какого-то возраста преподавание вокала у детей — это просто не преподавание вокала, а это скорее аниматор с функцией что-то попели. Мне это не нравится. Я всё-таки занимаюсь с более взрослыми ребятами. Но иногда бывают и 12-летние дети, которые очень адекватны и очень хорошо что-то делают. То есть я, например, и гитару преподаю. Вот у меня мальчик занимается сейчас второй год, и ему, получается, только что 12 стукнуло, и он у меня сейчас играет мастеру в папиц. То есть в целом как бы было бы желание, а на самом деле можно и в достаточно маленьком возрасте всему научиться. А как думаешь, вот есть вот у людей вот такая тема, что я, наверное, думаю, ты про Джона Каллигана знаешь, да? Да, конечно, знаю. У меня от него ученики иногда приходят ко мне. А, просто он вот тоже рассказывал, что вот есть такая вещь, как талант, но он талантливый. Талантливый. Вот вообще, ты веришь в это, то, что вот есть талант, ну, предрасположенность, грубо говоря, к вокалу, там, к музыкальному инструменту, или это все фигня, и все реально просто в упорстве познается и в жопа часах? Ну, слушай, я я навру, если я скажу, что, так сказать, у всех исходные данные одинаковые. Потому что это не так. Но при этом талант это просто очень размытое понятие. Есть, как бы, очень много разных факторов. То есть человек может, например, иметь хороший тембр, очень хороший голос, но быть абсолютно не музыкальным. И, как бы, он будет все петь в ноты чисто, но абсолютно, ну, просто как робот будет петь. Человек может не попадать в ноты и, не знаю, там, петь неправильно, плохо, там, не знаю, травмоопасно, но зато он будет петь настолько харизматично, что его будут слушать миллионы. То есть, как бы, кто из этих человек, кто из этих двоих людей талантливый, у которого исходные данные вокала хорошие, или тот, кто ничего не умеет и правда плохо делает и себе, и своему голосу, но при этом он очень харизматичен. Вот. На самом деле, ну, вот, Алла Пугачева, по-моему, сказала, что этот, поддерживайте эти таланты, бездарей пробьются и так. На самом деле, я считаю, что просто талант работает вместе с многочисленной работой и талант развивается. То есть, если ты к чему-то стремишься, то даже если ты по своим исходным данным менее одарен, чем человек, который, например, и по исходным данным более одарен, то тогда, если ты занимаешься, а другой человек вместо этого пьет пиво, то тогда, в конце концов, ты однажды заметишь, что он стоит далеко позади тебя. И по навыкам, и по всему остальному. То есть, тут такая история, кому больше надо. Вот у Оксеверона эта строчка, вот тебе больше других надо. Ну вот, как бы да. Я просто помню, у меня в этих, на ютубе в шортсах вылезала такая тема, не помню от какого чувака, но он тоже говорил, что вот если ты в 16 чем-то начнешь заниматься, твои там сверстники, они будут там гулять, пить пиво, вот это все, то в 26 лет у тебя уже будет какой-то фундамент и база там, я не знаю, в виде чего-то, либо, ну, чем ты там занимаешься. А у них этого вообще ничего даже близко не будет. Ну, я могу сказать, что, наверное, в какой-то мере я пример этого, да. То есть, я, я этим проектом, который вот Норма Тейл занимаюсь напропалую пять лет. Четыре года до этого, ой, не до этого, а четыре года из этих пяти лет. На самом деле, все окружение считало, что этот проект, ну, как бы, ну, ты молодец, конечно, ты стараешься, но это не массовая история. Это, ну, ты очень нишевый артист. На самом деле, всегда все считали, как раз таки, что более массовый проект у моей жены, как раз таки Гоки, поскольку у нее очень красивый, интересный тембр, у нее гораздо более понятная музыка, но при этом сейчас, ну, по цифрам, понятное дело, что у меня гораздо больше получилось, чем у нее. Хотя, в какой-то момент у нее было в два раза больше, чем у меня. А у вас там, наверное, это, у вас нету такой, что вы соревнуетесь между собой, кто круче? Да нет, 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 на самом деле, нет, ну, потому что это как раз таки семья, наоборот, если она станет внезапно резко популярной, не знаю, у нее резко появится супер-турбо-хит, я буду просто мега счастлив за нее. Во-первых, потому что, скорее всего, этот мега-супер-турбо-хит напишу и я, это первый, ладно, это, а во-вторых, на самом деле, потому что я не завидую своей жене, и это не соревнование, у меня может быть соревнование, ну, в моей голове, с какими-то коллегами по цеху, которые действуют, например, в том же жанре, что и я, то есть я могу себя как-то с ними сравнивать, а у меня с женой разные жанры, разные аудитории, разные стили музыки, разный вайб, и как бы она движется в своем темпе, например, для нее не так важна вообще вот эта так называемая игра, которую как бы играют многие там исполнители, для нее это просто, ну, сделать классные песни и все, то есть как бы, если для меня это гонка, для нее это чисто, вот, она сделает песню, когда ей захочется, когда у нее будет такое желание, а у меня это именно гонка, то есть я понимаю, что мне нужно выпустить каждый месяц новый трек, сейчас точно, поэтому, да. Слушай, а может тогда, если не секрет, вот у меня на прошлом интервью был Денис Тельмах, не знаю, может быть, ты знаешь его, нет? Нет, я его, я его не знаю. В общем, он пишет фортепианную неоклассику, на пианино, вот красивую музыку, вот, и он там рассказывал, как вот они, собственно, познакомились со своей девушкой, можешь, если не секрет, рассказать, как ты познакомился со своей женой? Да, могу. На самом деле, это было как раз, когда мы учились в киношколе, я тогда, мне было, получается, 14 лет, а, даже, по-моему, 13 мне было, ей было 14, тогда мы вообще не думали совершенно, что когда-то мы будем с супругами, вообще совсем не думали, она тогда встречалась вообще с другим парнем, вот, у меня свои какие-то девчонки были, с которыми я там гулял, мутил и так далее, вот, и не просто, ну, мы были друзьями очень долгое время, практически лучшими, вот, и в какой-то момент, когда мне уже было 16 лет, так получилось, что мы начали встречаться, и когда мы начали встречаться, я уже понял такую вещь, что я с этим человеком хочу прожить всю оставшуюся жизнь, то есть, ну, навсегда, то есть мы, получается, через год после того, как мы начали встречаться, мы уже поженились, то есть мы поженились, когда мне еще не было даже 18, мне было 17 лет, ей было 18, вот, ну да, ну, нам помогли мои родители со свадьбой, и они там дали разрешение на то, чтобы мы поженились, и все, и до сих пор мы вместе, как-то так. Тут должна быть вставка от этого, от Тинькова, да это ж круто, да это ж круто, какие у нас классные ребята, блин, слушаю, прикольно, слушай, неожиданно, неожиданно, но, слушай, раз уж мы про это заговорили, про семейную жизнь, про детей, вот ты и задумался, когда будешь заводить, когда встанешь крепко на ноги, когда всего добьешься, ну, на самом деле, да, ну вот, у меня тоже такая же позиция, по этому поводу, что надо сначала, как говорится, иметь какую-то базу, основу, чтобы ты понимаешь, что ты можешь, как говорится, все это прокормить, содержать, чтобы не было вот этой, знаешь, мемы тоже, часто вижу, что хватит плодить нищету, вот это вот, вот это вот я не хочу, я хочу, чтобы ум... Ну да, именно поэтому я сейчас как раз таки играю в эту гонку, потому что я понимаю, что время играет не на моей стороне, и мне нужно как можно быстрее, так сказать, уже сделать так, чтобы моя музыка могла приносить тот доход, который может позволить мне уже заводить себе ребенка, потому что, ну, ребенок в нашей стране, не секрет, это дорого, это очень дорого, вот. Я, кстати, помню пост от одного музыканта, есть такая группа Нормандия, может быть, знаешь ее, нет? Ну, что-то я видел, наверное, но я не слушал. Там в чем история, у них вокалист, Филипп Стрэнд, он как-то, вот ему было 25 лет, и он написал, если я до 30 лет не смогу себя кормить музыкой, то я, типа, буду переучиваться, и на что-то другое, вот, и все. И вот ровно к 30 годам, вот знаешь, он, типа, хоп и говорит, вот мне 30 лет, и моя музыка меня кормит. И он там уже, типа, поженился, у него ребенок, и все, как бы, вот такая история. Нет, это круто, это круто, но, на самом деле, даже, я не отрицаю, что в какой-то момент, вместо того, чтобы исписаться, я просто скажу, ребята, всем пока, это была последняя песня. Вот. И, ну, скажу, мне больше нечего вам рассказать. Ну, ты можешь быть этим продюсером. Да, 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 я потом просто уйду в продюсирование, я буду советовать молодым музыкантам, мне нравится в целом этим заниматься. То есть, я и сейчас уже даю консультации другим ребятам, и рекламу им настраиваю, и в целом помогаю и с образом, и со всем. Вот. А, в последнее время, я, мне как раз таки, из-за того, что у меня были проблемы со здоровьем, последние три месяца прям, что-то сидел на диком нервике, а как бы, а все болезни у нас, это немножко от нервов, вот. И поэтому, как раз таки, у меня в какой-то момент просто организм решил сказать, все, стоп, ты себя переистязал, и вот тебе, короче, сигнал о том, что тебе срочно нужно заниматься своим здоровьем, а не заниматься всем остальным. Вот. И прям мне понадобились деньги на лечение многих моментов, вот. И как раз таки, я у себя в телеграм-канале написал, что я продаю фиты, и на самом деле, я в целом был удивлен, что на мои фиты есть настолько большой спрос. То есть я думал, что напишет там, а ну один человек, ну, ну может быть два, но на самом деле спрос реально был достаточно большой. И в целом сейчас уже, то есть все договоренности, которые вот я составил с людьми, которые мне написали, если они мне все заплатят, думаю, что заплатят, учитывая, что мы с ними уже договорились, то тогда это закроет все мои необходимые потребности по здоровью, которые мне были нужны. При этом, как бы на самом деле, я продаю фиты не за космические бабки. То есть это вообще не космические, это моя цифра Яндекса, поделенная на 10. Вот. С продажей? Ну, не то, что с... Или вообще? Допустим, вот готовая песня, мы с тобой вдвоем на ней поем. Кто ее будет у себя выкладывать там через дистрибьютора, и чтобы потом мы, допустим, 50 на 50 этой роялти нам распределялись? Как это вообще работает? Ну, в зависимости от того, кто предложил фит, либо, ну, если, например, артист, с которым твитуешь крупнее, то, наверное, стоит делать это на его условиях, на его лейбле. Но иногда это чревато тем, что ты роялти, ты не видишь. Вот, да. Это полностью обычная история. Да, о чем и вопрос. Потому что, вот, допустим, вот у меня есть один дистрибьютор и другой. Вот в одном вообще такой функции нету. То есть ты туда можешь писать, но ты там никак это не регулируется. В другом такая функция есть. То есть ты прям пишешь свое имя, имя этого артиста, и выбираешь процентик распределения. Но я так понимаю, этот артист должен быть зарегистрирован на этом же вот дистрибьюторе и лейбле, чтобы у него это тоже отображалось. То есть вот для меня это пока такая непонятная история. Обычно это делается просто напрямую. То есть обычно дистрибьютор или лейбл выплачивает сразу тебе, а ты уже всем остальным просто раскидываешь. Ну, обычно просто... Ну, да, кстати. Обычно там выплата идет просто от 10 тысяч на каждого, и все. Вот. То есть просто чтобы не закидывать всем сразу там по копейке, не знаю, мне лично вот комфортнее, когда там трек, например, если с исполнителем я записываю, а у нас там какое-то процентное соотношение, то до 10 тысяч докапает, вот, и я ему просто десятку сразу закидываю. Ну, то есть это такая, знаешь, история больше даже про совесть. То есть это надо найти людей, которые будут про совесть. Не, некоторые, не воплачивают. Вот, так я о чем и говорю, то есть вот, допустим, записал ты с кем-то, и ты как дурак сидишь, ждешь, а он все бабки просто себе рубит, и все, и ты такой, чувак, а где? А он скажет, а там прослушивания нет, а ты смотришь, а у него трек-то там, допустим, в топе, в топ-1. Ты говоришь, покажи, что ты с ним сливаешься. Ну, на самом деле не всегда виноват артист, потому что часто иногда и лейбл может тоже ничего не предоставлять. Поэтому тут нужно смотреть именно ситуацию в корне. То есть не всегда виноват артист, который не присылает, потому что многим просто не присылает и лейбл. Это уже нужно смотреть, с кем работаешь. Да, потому что сейчас вот эта ситуация с лейблами, ты же помнишь этот момент, когда все треки-то пропадать стали с площадок? Ну, да. Вот. Я тоже под это попал. У меня вообще там просто все мои песни пропали. Думаю, что происходит, мне пришлось все это перезаливать. Потом другой вот этот, ты, наверное, знаешь, OneRPM, он вообще перестал там отрубил всю эту выплату. То есть там вообще сейчас ничего не получи. То есть и вся вот это... Короче, какие-то дистрибьюторы вроде нормально пошли навстречу. Какие-то отвернулись от русских исполнителей. То есть сейчас вот реально их по пальцам можно пересчитать, с кем вообще можно работать. Ну, да, да, да. Это правда по пальцам можно пересчитать, с кем вообще можно работать. Ну, мы работаем с нормальными ребятами, которые в целом все выплачивают и делают хорошо. Ну, это круто. Я хотел еще узнать, мне всегда вот у меня такое мнение было всегда про музыкантов. Даже вот, наверное, мы сегодня упоминали Грин Апельсинку. Вот когда она была неизвестной, ну, она была вот просто... Ну, Грин Апельсин, вот девочка. Но когда она хайпанула, ты видел, как она забилась? Какие у нее татуировки? Она ж вообще прям рукава себе лютые такие сделала. Разве у нее, у нее, у нее прям рукава? Я что-то не следил. Понимаю, что... Я не знаю. Возможно, это... Как это называется? Хна, которая наносится, типа, как тату. Но, по-моему, это у нее прям настоящая татуха. Вот, я поэтому хотел... Мне даже интересно, я потом посмотрю. Вот, ты посмотри, потому что, по-моему, она прям люто так забилась, прям рукава. Я вот хотел узнать, расскажи историю своих татуировок, потому что у тебя там вижу даже какие-то надписи там есть, там, картинки, что это вообще значит. Ну, да. На самом деле, мне очень нравятся мои татуировки. Всегда вообще с самого раннего возраста, пока начал слушать рок, и когда вот там у моих друзей тоже видел татуировки, мне всегда хотелось себе их набивать. Вот первая татуировка у меня как раз-таки это логотип той самой вот первой группы, которая как раз-таки вот где мы металл играли. Я ее первую себе набил в 16 лет, потом ее три раза еще добивал, потому что она вылезала. Вот. Ну, не знаю, мне она прям дорога, как память. На самом деле, именно на правой руке у меня вот тут все, я не знаю, наверное, в свете не особо будет видно, но все немножко покрыто такими дешевыми портаками, потому что как-то все набито примерно в период моих 17-20 лет, вот, поэтому оно все достаточно дешевое. Не жалеешь? Ну, единственное, что... Нет, вообще не жалею. Ну, мне кажется, татуировки не нужно набивать, если ты о них потом будешь жалеть. Как бы мне нравятся очень мои портаки. Да, они выглядят портачно, ну, некоторые во всяком случае, но они мне все очень нравятся. Единственное, что как бы, ну, надпись тут написана, вот, вы не запретите мне говорить, наверное, это, ну, самая моя нелюбимая татуировка, потому что я считаю, что, да, вот эту надпись я конкретно, наверное, перерос. Она такая прям подростковая. Но... Ты можешь ее зачеркнуть, это будет... А я думал об этом. Это же, кстати, такой стиль, да, знаешь, типа, раз и зачеркнул. Да, да, я думал об этом, как раз таки, ну, просто каждый раз, когда я забиваю снова у своего тату-мастера уже после сеанса, там, не знаю, десятичасового, я говорю, ну, что, зачеркнем? И такой, у меня уже руки трясутся, я те ровную линию не проведу. И каждый раз мы ее забываем зачеркнуть. Вот. Ну, не знаю, на этой руке у меня вообще любимая татуировка. Это как раз таки, вот, не знаю, тут видно, кто это. Это у нас Оззи Осборн, это его лицо, потому что это один из моих любимых музыкантов в целом, очень вдохновлял меня и, так сказать, был таким своеобразным кумиром очень долгое время, вот, поэтому я решил как раз таки его себе на пенче набить. Вот. А это, тебе нравится у нее песня Мистер Краули? Мистер Кровля? Да. Она почему-то такая веселая, я почему-то с нее так угораю дико. Мистер Краули. Блин, я не знаю. Он так ее поедет. Не, мы, 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 мы когда, короче, это были очень мелкими как раз таки металлхедами, мы, как раз таки Миша придумал этот, версию для, для текста этой песни. Мистер Краули, он пришел в магазин, скупил всю кровлю и дешевый бензин. Ну, что-то такое было. Вот. Вот. А на другой руке как раз таки у меня, вот, я тут тоже покажу, наверное. Это у меня талисманы из приключений Джеки Чана. Как раз таки полный, полный забитый рукав. Вот. Вообще, мне в детстве нравился этот мультик очень сильно. Я, как раз таки, я всю сознательную жизнь мечтал, как раз таки, о том, чтобы набить себе эти талисманы, потому что это было, наверное, самое желанное, что было у меня в детстве. Вот. И как раз таки, когда у меня появилась такая возможность, я их себе набил. Вот. И как раз таки, когда я, не знаю, показываю кому-нибудь эту татуировку, это всегда является таким тестом на возраст. Потому что, если кто-то говорит, это бакуганы или это что-то еще, я понимаю, ага, ну понятно, значит, ты все-таки младше меня. Вот. А, кстати, я не думал, кстати, интересный прикол, интересная тема. Но как раз таки, именно, да, именно мои ровесники как раз таки выкупают, что это такое. Ну и вот последняя моя татуировочка, она достаточно свежая, то есть, типа, месяца два. Вот. Это у меня на плече как раз таки белый кролик. который постоянно опаздывает. Вот. Потому что, на самом деле, как-то, вот, после песни Терновый куст и в целом, у меня закрепился за мной такой какой-то вот маскот или символ как раз таки белого кролика. Потому что белый кролик это является как раз таки проводником из настоящего мира в мир сказок. Вот. И как раз таки я тоже постоянно везде опаздываю. поэтому, и я родился в год кролика, поэтому я подумал, что почему бы не набить себе белого кролика из-за лисы в стране чудес, который постоянно опаздывает. А ты веришь, веришь вот в эту тему, что татуировка, она влияет на судьбу человека? Что вот у него нет татуировок, у него одна будет жизнь. Но стоит ему набить татуировку, у него жизнь может либо в лучшую сторону сложиться, или вообще, короче, ну, нехорошие последствия. Я считаю, что если ты, так сказать, ну, если у тебя татуировки, и они несут какой-то прям провокативный смысл, то тогда, если ты пойдешь по какому-нибудь достаточно опасному району, тебя могут достаточно сильно, в общем-то, наказать за эти татуировки, если это так можно называть. Вот. Ну, я помню, да, этот Crazy Mega Hell что-то рассказывал. Ну, я не знаю, меня за... Да, я знаю, конечно, кто такой ЦМХ, но меня за татуировки спрашивают только исключительно родители. А-а-а. А они против были? Они были против? Ну, конечно, они были против. Нет, на самом деле, если поговорить про родителей, это тема отдельного как бы подкаста, потому что, ну, я могу так сказать вкратце, что, ну, моя жизнь, она очень рок-н-ролльная. А-а-а, и в целом, а-а-а, я ушёл из дома в штат след и так и не возвращался. И в целом ни о чём, ни о чём не жалею. Ну да, у меня такой, знаешь, был, если ты смотрел фильм с Джеком Блэком «Медиатор судьбы», вот, ну, или «Метал Фэмили» смотрел. Ну, знаю мультик, но не смотрел. Ну, вот примерно такой паттерн вот этого вот рок-н-ролльного героя, который уходит от таких дооксальных родителей, это в целом очень похоже на и мою историю в том числе. Поэтому вот я вот так как бы вкратце расскажу. Вот, но поэтому единственное, кому не нравятся мои татуировки, это, по-моему, мои родители и всё. А то есть они у тебя тоже были против того, чтобы ты занимался музыкой, что музыка вот эта ерунда, на это типа не знаю. Ну, давай я, давай я не буду в это вот как бы так сильно залезать. Ну да, 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 ну я в принципе представляю, потому что это, мне кажется, у 80%, может 70%, наверное, такая есть тема. Ну, на самом деле для рокера, мне кажется, это нормальная история, это достаточно каноничная, я бы так сказал. Говорится, либо ты идёшь своим путём, либо у тебя не будет ничего, как говорится. А, слушай, ну а ты вообще вот, как вообще вот, раз мы заговорили про влияние татук и всего вот этого, ты как вот вообще веришь в какую-то судьбу? Что типа замечаешь ли ты какие-то знаки по жизни, какие-то события какие-то такие судьбоносные? У тебя было что-то такое? Я считаю, что на самом деле каждый кузнец своё счастье только он сам. То есть, конечно, бывают какие-то вещи, которые тебе подворачиваются удача, но я бы так сказал, что эта удача чаще подворачивается тем, кто что-то делает для того, чтобы эту удачу поймать за хвост. Вот. А обычно те, кому удача поворачивается и они ничего не делают, они обычно часто всё упускают очень быстро. Ну да, кто возможностей не хватает, вот ему есть возможность, а он от неё отказывает. Ну, не знаю, типа, на самом деле просто, ну, на примере, если с музыкой сравнивать, то тогда у многих, например, там, просто неизвестных музыкантов стрелил трек в ТикТоке. Они резко стали очень популярны, но поскольку они абсолютно не знают, что с этим дальше делать, там, или ещё хуже, например, словили какую-то звёздочку и начали считать, что из-за того, что у них залетел трек в ТикТоке, они стали как-то лучше, чем другие, они очень быстро всё выпускают и повторить этого успеха они вряд ли уже могут. То есть обычно те, кто реально добиваются чего-то, они очень много над этим трудятся и даже те, кто, кажется, добился всего каким-то там чёрным пиаром или хайпом, ну, как, например, в частности, там, какая-нибудь сосамка условная, они все очень много работают на самом деле. Ну да, там помимо работы, ты прикинь, сколько туда вложено времени и силы средств, ты чёкнешься. Ну да, ну да. Как бы поэтому, когда люди говорят, вот им повезло, ну, вообще-то нет, вообще-то это намеренно, люди в это долбят, в эту точку. Так, ну мы, в общем, продолжаем. Собственно говоря, да, вот когда у артистов, вот ты заговорил про ТикТок, я заметил, знаешь, какую тенденцию? Вот тот человек, который ничего не делает, но у него что-то вот так вот выстреливает резко, он это не использует. И наоборот, когда человек вот намеренно чем-то занимается, вот у него, оно вот, знаешь, оно и не выстреливает, но оно просто со временем к нему приходит. Потому что я замечал, что вот сколько я бы не пытался в этот ТикТок долбить, заливать, у меня там ничего не заходило, не верюсилось. Но вот перезаливы с моими песнями, ТикТоки под мои кавера, под мои песни, они там что-то набирают, всегда вот там какие-то просмотры дикие. Не знаю, у меня с ТикТоком были только такие взаимоотношения, что как раз таки вот в 21-м году как раз таки один из этих провокативных треков, он как раз таки жёг пуканы направо-налево, но и ну в итоге потом просто всё схлопнулось и я перестал вести ТикТок, ну и всё. А сейчас я просто туда выкидываю как, ну, как дополнительный охват, но я на нём не рассчитываю особенно сильно, то есть мне кажется сейчас Ютуб шортсы хорошо работают. Шортсы на Ютубе нормально вроде как заходят, если ну мы мы пробовали мы пробовали закидывать да, там что-то набиралось, но этим так же нужно заниматься вот на это у нас пока что времени не совсем хватает, потому что всё-таки если выпускаешь по песне в месяц, то да, много ресурсов и сил уходит именно на создание их. Я, кстати, ещё что хотел узнать, поинтересоваться, потому что я видел тебя фид с Аспер Иксом, вот. Да. Да, вообще тоже хорошая история именно про этот фид, потому что он вышел как раз-таки до этой череды фидов, которые последний год, он вышел как раз-таки в белом альбоме, который был два года назад, вот. А до этого трек Апсент был у меня ещё получается во втором альбоме, сейчас, правда, старой версии, по-моему, на площадке нет, я её убрал, она была под другой бит и она была, ну, похуже, вот. И как раз-таки, когда мы делали вот этот белый альбом, на самом деле, я на него очень много ставил, то есть, у меня был заложен в него бюджет, тогда, тогда я смог отложить себе 100 тысяч, вот, и эти 100 тысяч я собирался в краски вкладывать в его промо, и как раз-таки там было два фита, как раз-таки с Апспирэкс, из группы Сара, вот, и... Сару знаю. Ну да, но, к сожалению, с этим альбомом немножко случай подкачал, потому что этот альбом должен был выйти в конце февраля 22-го года. Ну, в общем-то, ты понимаешь, что там произошло, альбом перенёсся, бюджет слился. Капец, капец. Ну, как-то так. Но в итоге же совместка-то вышла. Да-да-да, конечно, всё вышло, вот, потому что, вообще, как про Аспира я узнал, многие биты к старым песням, не к Апсенту, но вот там к другим старым, например, Кисточка там, там, Туцарем Даса, Комета, вот именно те самые старые песни, вот, делал один битмейкер, вот, и как раз-таки мы с ним когда списывались, он говорит, слушай, ты на самом деле похож на одного исполнителя, вот, послушай, вот, Аспира Икс, это был, по-моему, год 18-19, по-моему, он мне сказал, вот, что-то в этом роде, вот, я послушал, подумал, блин, очень прикольно, как раз-таки, тогда Бэт Трип у Аспира только выходил, то есть, прям, только-только вышел, вот, ну, и всё, как бы, я его там слушал, просто сам по себе, мне очень нравилось, то, что он делает, вот, а когда мы сделали, как раз-таки, этот Белый Альбом, я ему написал, он мне, там, в первый раз ответил, потом, подвесил уже ещё через полгода, вот, и уже тогда сказал, что да, готов, всё, присылайте демку, мы с ним сделали, и считаю, что очень хороший трек, то есть, на самом деле, мне очень нравится трек, мне очень нравится Аспир, мы несколько раз с ним выступали, вообще, очень хороший человек, сам по себе, он, как человек, вот, и у него очень интересное мировоззрение, само по себе, вот, ну, конечно, мы очень разные, я это уже понял, то есть, у него есть какие-то свои черты личности, которые, ну, очень не похожи на мои, но это неплохо, это просто, вообще, творческие люди, они очень разные, как-то так. Я бы с ним, кстати, тоже бы хотел пообщаться, кстати, вот к слову, о том, что, ну, 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 говори, он отвечает, в своем чатике у него есть этот бот, в который можно написать в телеграм-канале, он там отвечает. Попробовать ему написать, я просто к чему, вот ты сказал, что тебе писали, что у тебя песни на него похожи на Асперикс, а мне пишут, что у меня треки на Тони Раута похожи. Ну, кстати, с Тони Раутом я бы тоже с удовольствием что-нибудь записал бы, мне тоже очень нравится, что он делает. Даже ранние какие-то его работы, ну, это такая тоже, знаешь, история подростковая, типа, этот рэп злой, типа, ты такой крутой, слушаешь вот это все, а сейчас он больше уже ушел в что-то такое более попсовое, на массовое. Ну, тоже заметил, да, что он делает такое на массы. Ну, да, ну, если ему нравится, пусть он делает. Выходят-то неплохо вот эти синтвейв треки. Не знаю, мне его злой рэп нравится, но это уже вкусовщина. С этого-то все и началось знакомство. Ну, давай тогда будем закругляться. Какой ты главный совет можешь дать всем начинающим и, может, не начинающим музыкантам, которые нас посмотрят, да и, в принципе, творческим личностям. Ребята, никогда не сдавайтесь. На самом деле, это единственный совет, который я могу дать. И работайте, очень много работайте. И смотрите на себя со стороны, потому что главное, чтобы вы могли себя трезво оценивать, потому что, на самом деле, часто мы себя со стороны не видим и то, как мы себя видим сами, это не всегда соотносится с действительностью. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша музыка нравилась, прежде всего, показывайте ее не своим друзьям. И даже, я бы сказал, не всегда верьте экспертам музыкальной индустрии, которым вы показываете свою музыку, потому что у экспертов также есть очень свой субъективный вкус. они могут что-то интересное подсказать, но не нужно им верить на сто процентов. Если вы хотите реально понять, чего вы стоите, покажите свою музыку вашей потенциальной аудитории, то есть, какую вы ее хотите видеть, или как раз таки аудитории, которые подходят под этот трек, и вы услышите достаточно честное мнение о том, какой на самом деле этот трек, и какой вы на самом деле, вот, как артист. Наверное, это я могу советовать. Да, я, кстати, насчет никогда не сдавайся целую песню написал, что никогда не сдавайся. Ну все, ребят, спасибо тебе, кстати, большое за интервью, спасибо, что ответил, было очень приятно пообщаться, так что будем на связи. Да, мне тоже. В комментариях пишите, если вдруг что заметили интересное, какие-то вопросы задавайте, мы все будем читать, все ссылки в описании, я думаю, там, на твою телегу, там, на Яндекс тоже оставлю, чтобы люди могли ознакомиться, познакомиться с твоим творчеством. Ну и всего, ребята, всем вам доброго, увидимся в новых роликах и всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова